Выставка Германа Захарова «Пою моё отечество» целый месяц радовала Ленинск-узнечан. Её посетило очень много горожан. Особое внимание уделили работам нашего художника-земляка, преподавателей и ученики детской художественной школы номер 4. Они детально разбирали техники, которые использовал художник в своих работах, делали наброски, вдохновлялись творчеством талантливого земляка. Возможность познакомиться с шедеврами Германа Захарова появилась у Ленинск-узнечан благодаря её главному организатору. Пять лет кемеровский историк и фотограф Владимир Надь шёл к тому, чтобы организовать экспозицию в Ленинске-Кузнецком на малой родине художника. В этом году ему наконец-то удалось осуществить задуманное. «Я бы хотел сказать даже такую парадоксальную вещь и считать 18 ноября 2021 года днём рождения художника здесь. Это второе рождение. Потому что такой выставки он, наверное, мечтал. Он сейчас на нас смотрит, там пуржит за окном. Настоящая зима, а мы здесь в тепле, обогретые светом Германа Захарова». С сегодняшнего дня начинается очень важный момент, когда начинается поиск восстановления тех документов и событий Ленинск-Кузнецкой истории. Это же очень тонкий материал, очень важный, на котором потом можно строить воспитание в школах. На торжественное закрытие выставки пришли почётные гости. Представители учреждений культуры и образования, руководители и все неравнодушные горожане, которые не упустили возможность прикоснуться к настоящему искусству. Посетила Ленинск-Кузнецкий и младшая дочь художника Захарова Вероника Германовна. «Он постоянно читал. Хотя у него академического образования не получилось получить, тем не менее он всю свою жизнь занимался самообразованием. Он постоянно с книгами, с газетами, у него широкий круг друзей был, постоянно общались. Замечательное мероприятие, очень такое хорошее впечатление всегда. У меня огромная благодарность Владимиру Павловичу, что он нашёлся, что они с Германом Порфирьевичем обрели друг друга». Владимир Павлович Надь передал Ленинск-Кузнечанам выпуск журнала «Огни Кузбасса» 1958 года издания, содержащий иллюстрации Германа Порфирьевича. Выставочному залу были подарены портрет Михаила Волкова, созданные Германом Захаровым, и две книги «Слово о полку Игореве», проиллюстрированные художником. В свою очередь Владимир Павлович получил самые тёплые слова благодарности от Ленинск-Кузнечан. В этот же день участники торжественного события узнали важную новость. Организатор выставки Владимир Надь в ходе мероприятия поделился ещё одной мечтой. В ближайшем будущем историк планирует издать книгу «Россия Германа Захарова», в которой пойдёт речь о творчестве и жизни выдающегося ленинскузнецкого художника, нашего талантливого земляка.